Всем привет! Меня зовут Анна. Я живу в Турции, городе Анамур. И сегодня речь пойдет о турецкой сладости бахлава. Если вы думаете, что она готовится очень сложно, то на самом деле нет. Нужно всего лишь 5 ингредиентов и знать парочку секретов. Давайте вместе с вами приготовим бахлаву. Для начала нужно измельчить орехи. Для бахлавы обычно используется фисташка либо грецкий орех. Измельчать я рекомендую аккуратно ножом. Блендер измельчает орехи очень мелко и они подходят только для украшения бахлавы в самом конце приготовления. Следующий основной ингредиент это ювка. Это очень тонко раскатанное бездрожевое тесто, похожее на лист бумаги и оно даже просвечивается на солнце. Другое название тесто фило. Следующий секретный ингредиент это топленое масло. Именно оно придает тот самый вкус и аромат оригинальной бахлавы. Когда три основных ингредиенты готовы, можно приступать к готовке. Я предварительно вырезала тесто по моей круглой форме. У меня диаметр формы 32 сантиметра. Вы можете выбирать любую для вас удобную форму. Дно формы нужно смазать маслом и далее слоями выкладываю тесто, иногда смазываю тесто маслом. Середину нужно выложить и распределить по форме рубленные орехи. Далее накрыть орехи тестом и продолжать слои теста. Теперь тесто смазывать маслом нужно будет очень редко. Последний слой смазываем маслом и нарезаем бахлаву на удобные и нужные нам кусочки. Чтобы бахлава была ровной, то я рекомендую срезы каждого кусочка пройтись ложкой. Выпекать бахлаву нужно разогретой до 180 градусов духовке 35-50 минут. Зависит от мощности вашей духовки. А еще нужно приготовить сахарный сироп. Для этого потребуется три стакана сахара и три стакана воды. Для вкуса можно добавить половину выжатого сока лимона и варить 10-15 минут на маленьком огне. Бахлава готова, осталось только залить сахарным сиропом и дать настояться минимум 4 часа при комнатной температуре. Далее украсить мелко измельченными орехами и можно подавать к столу. Вкусная и ароматная бахлава, как в Турции. Приятного аппетита! Не забудьте поставить лайк и подписаться, это помогает продвижение моего канала. До скорых встреч! Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok